Волга Мы вторглись в их мир И не нам его разрушать Каким бы глупым он ни казался Электричество — грех А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро В Ямонтау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили Артем, иди сюда Слушай, удалось связаться с Ковчегом Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил Ковчег, Ковчег, ответьте Прием Это Ковчег Назовите себя Прием На связи полковник Святослав Мельников Командир отряда специального назначения Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам Как слышите? Прием Да, да, слышу вас хорошо С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов Минутку Да, да, все понимаю, товарищ майор Проверка нужна Отлично, полковник Мельников Отлично И да, простите за недовение Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная Враг не дремлет Понимаю, товарищ майор И поэтому прошу Передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй Как только мы пребудем в расположении Прием Благодарю за хорошие новости Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа Отделение? Так Вас понял Ну что ж, это отлично, отлично Да, нас немного Но мы везем донесение особой важности Мы направляемся к вам из района К-6 Альба Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием Минуточку, проверю К-6 Альфа, говорите Так, товарищ полковник В этом районе противника не обнаружено К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс Мы вас очень ждем Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны Это огромная честь Благодарю Если можно, пару слов Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация Но, по-человечески я вас понимаю У нас все в порядке Не волнуйтесь И до встречи на копчеге Конец связи Служу народу Конец связи Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов Подумать только Сам министр Артем, кстати, можешь накаломлять Артем, хватит, пожалуй Как видишь, мы на протяжении Мы отправляемся прямо в Ямонтау Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии Хм, повезло нам Там было много приоритетных целей Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта По расстоянию вроде и недалеко Но от состояния путей все зависит Так что ползти, наверное, будем долго Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цель превыше всего А, да Так вот, не надо Попривыкали Правильная цель оправдывает средства Да я ведь не возражаю Просто не у всех цель правильная Вот именно Именно поэтому Этого шанса я, пожалуй, и ждал Обстоятельства не складывались Но теперь правительство, понимаете? Правительство! Ну, конечно Как-то вы несерьезно к этому относитесь Не ожидал Тем более после того, что вы только что услышали Да, ну, допустим, правительство Ну и что? Сколько лет друг без друга жили, ничего Так, вот тут-то собака и зарыта Ведь они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов Они и предположить не могли Что в Москве выжило столько народу А мы Мы все это время бились за простое выживание Но теперь у нас появится новая цель И какая же, позвольте спросить Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы пополещения Вся разветка! Им известны все места ядерных ударов У них есть полные карты зон заражения Да много чего! Информация правит миром! А у нас есть люди, полное метро народу Много подготовленных пальцов Сложите два и два Мы ведь сможем со временем заселить страну снова Конечно, не сразу Возможно, сначала придется ее вернуть себе Но заниматься этим мы будем под руководством Настоящего правительства Людей, обладающих необходимыми навыками И в конечном счете Мы сможем вырваться из подземного тупика Хорошо бы, конечно А я вот давно хотел полюбопытствовать Откуда вы Алимонта узнали? Света Слав Константинович Ну, про проект Ковчег у меня информация точная Это я вам как офицер ГРУ говорю На объекте еще до войны служили мои товарищи Готовили планы эвакуации Так что и по зыбны Про место я знаю по долгу службы Так что теперь главное добраться Но ничего, ничего Правда, путь непростой будет Ну, а мы легких никогда и не выбирали Я давно об этом думал Центральный промышленный район Это ведь приоритетная цель Екатерина эти подозрения только подтвердила Пути места наверняка сохранились Но в состоянии, думаю, плачевные Боюсь без ремонта путей не обойдется Ничего, ребята, у нас крепкие Да и объездные пути уверен найдутся Как вы думаете, что могло за эти годы Произойти на относительно услепшей территории? Да, это вопрос Хотя, что там гадать? Скоро все узнаем Да, узнаем Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия Правительственному бункеру Ямантау Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня За то, что я разрушил прежнюю жизнь Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны Наверное, для кадрового военного это действительно важно Ребята же не разделяют его восторга И задают непростые вопросы Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение Его простят Нас сани простят тоже И все поедут домой В метро Дрезина, что у вас впереди? Прием Другом все заброшено, но путь в норме Прием Добро Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите Прием Есть До сих пор не верится Мы ведь добрались Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю Не месяц Двадцать лет Ши Целую жизнь И она была не напрасна Теперь я точно знаю Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится Страшно так Тише Что ты? Товарищ полковник На землетах подкаливай Так, всем надеть маски Пассажиры в рубку И задрается накуп Да, конечно Пойдем, Настюша Меняем планы Дальше пойдем Над резине Подождите там нас С Артемом А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала Как правительству докладывать Так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами А то всю плешь проешь Даже не сомневайся Ермак, стоп, машина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню Сейчас сделаем Степан остается за старшего Все ясно Так точно, товарищ полковник? Отлично Поехали Не себе чего-то купили Лучше, чем Москву Это точно Видишь, как склон вскрыло? Интересный оскор Что это не похоже? Повезло А то у вас еще на 300 и на 500 Да и так В общем, неплохо получилось Полковник, гермарк по проводе Сезоновый шлифт Он нормальный Я в вашу возвращение Прием Отлично Конец связи Смотрите Машин сколько Видишь, прав был, Артем Со всей страны народ ехал Да, со всей страны Только из Москвы никого не было Сколько времени зря потеряли Ничего, теперь наверстаем Все, мы уцели О, это дрянское место Честное слово Зря мы сюда ехали вообще Ну и собственно Где мой велкам комит И ковровая дорожка Да нету там никого внутри Может поехали обратно Смотрите Назовитесь Полковник Мельников Прибыл для доклада Министру обороны А где ваши люди, полковник? Остались на поезде Снаружи опасно Свяжитесь с ними Пусть загонят поезд В главный шлюз На дезактивацию И добро пожаловать в ковчег, полковник Проходите по туннелю И спускайтесь на лифте Внизу вас встретят Ну вот Нас ждут Ох, мой мужики Никогда под землей Видели Вот тут Совсем с души воротят Отчего у них тут пусто так? Ни огневых точек Ни патрулей Часовых даже нет А зачем это все? Ядерная боеголовка И та не взяла Можно в чистке Маски можно снимать Непонятно Куда комендантская рота смотрит? Да Могли бы прибраться Ну посмотрим Сэр Идиот Я тут подумал Нечего нам всем на доклад ломиться Оставайтесь лучше с крестом Есть Есть Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя Это же сам министр Че на тебя? Ночь не спал Вот видишь Ничего Артему сказать не хочешь? Да Ты был прав, Артем А я, пожалуй, нет Спасибо, что не сдался тогда Ну, с Богом Товарищ министр Товарищ министр Разместить и поставить на довольствие Разместить и поставить на довольствие моих людей Среди нас есть женщины и дети Но боеготовность основного состава На высшем уровне Женщины и дети? Хорошо Давно не было Кто вы? Мясо Сожрали Артем! Пожалуйста! Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Все идет по плану Все целы Пока Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин Какой к черту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись! Доктор Говаль Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь Мы то правительство, которого вы заслуживаете Да как ты смеешь, тварь? Вы же, вы же просто людоеды гребаные! Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать Кашель мне ее не нравится Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу! Плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека Он давно очнулся, но молча слушает умных людей Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрати! Няди! Не уйдя! Няди! В общем, полковник Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась Прежде чем попасть на стол Вы сейчас возьмете радио И вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком Увы Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать Что ж, рад был познакомиться Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник Я вполне могу вами подавиться А пока... Разрешите откланяться Да я вас зубами рвать буду! Всех вас подкорим! До войны еще надо было! Но я сейчас вас уйду! Вылечь на розету! Да то, чтоб костей подозревать Теперь покушаем Продолжение следует... Артем! Продолжение следует... Держи Полковник, мне кажется, хватит Всем, всех, всех, но все! Но сначала... Простите, если там я немного погорячился Артем! Идет! Запустите, плавный рвать Перепокон! Артем! Ясс, сэр! Спортят, чтобы не могли протягиваться Прямо букву, хорошо! Может быть, он сейчас будет вам угодиться. Жлите, злите! Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Артём! 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 Продолжение следует... 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 Мясо. Мясо пришло. Тебе ночь. Мясо пришло. 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Сэм, хватит, запрыгивай! Чтобы назад не брать, не шорми! С этим местом, похоже, окончательный оува. Пора и в настоящий правительственный бункер. Продолжение следует... Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзи? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помнить, и не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А, во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артем, поехали искать твое идеальное место. Трубе отъезд! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...